Добрый день дорогие студенты меня зовут Касымян Александр Иванович являюсь заведующим кафедрой их теологии разрешите мне рассказать вам коротко о нашей науке об их теологии о нашей кафедре их теологии и о учебном процессе который проходят наши студенты обучающиеся на кафедре их теологии Ну прежде всего об их теологии их теология это наука о рыбах она изучает рыб их систематику их анатомию морфологию размножение питание физиологии биохимию поведение она изучает популяции рыб их структуру их динамику в общем то все аспекты биологии рыб попадает вот Сюда в их теологию является целью этой науки в самом начале наверное все таки надо дать определение а что такое рыбы рыбы это прежде всего позвоночные животные это первично водные позвоночные животные ну и важной объединяющей характеристикой для всех рыб является то что это вот первично водные позвоночные животные Которые сохраняют жаберное дыхание в течение всей своей жизни Рыбы на нашей земле существуют уже многие многие годы миллионы лет Дальних предков находят в отложениях которые датируются ну возрастом где-то полмиллиарда лет даже по некоторым оценкам больше 530 миллионов лет тому назад это ранний кембрий И с тех пор рыбы прошли очень длительный эволюционный путь Этот путь был общий для всех позвоночных животных первые там 100 миллионов лет даже больше Пока не возникли такие существа Это нечто переходное между так называемыми лопастеперами рыбами и амфибиями Это существо тикталик Который был найден Его остатки Останки В отложениях не так давно Относительно недавно Они датируются возрастом 380 миллионов лет назад И вот этот тикталик он представлял между собой уже что-то такое не рыбой являлся Но в то же время еще и не был полностью похож на амфибию Такая переходная форма И собственно вот с этого времени 380 миллионов лет тому назад рыбы уже существуют Отдельно от этой вот веточки позвоночных животных Которая в конце концов привела к остальным позвоночным животным Это амфибии Присмыкающиеся птицы И наконец млекопитающие и мы с вами Таким образом эволюционный путь у рыб очень длительный Очень интересный Потому что вот этот путь эволюционный фактически представляет собой такой Эти некий эволюционный полигон Где возникали какие-то адаптации Структурные Функциональные Они Возникнув проверялись на жизни Стойкость Так скажем На пригодность их Они могли исчезать Или наоборот закрепляться Если они были положительными Такие несли важные преимущества Этим животным И некоторые вот эти вот находки Которые были сделаны еще вот в те дальние времена Вот они сохранились и до наших дней А некоторые очень даже сильно В результате вот этого эволюционного процесса Были преобразованы Ну например многие рецепторные клетки И у рыб и у нас с вами Выглядят совершенно одинаково И не только выглядят Но и функционируют одинаково Ну и не только рецепторные клетки Рыбы Это очень разнообразная группа позвоночных животных И очень многочисленная Ну во-первых Здесь Пять классов позвоночных животных Вот объединяется под этим термином рыбы А этот термин уже потерял такой таксономический статус Что ли Это уже не таксономическая категория Вот И Под этим термином объединяется Пять разных классов позвоночных животных Из девяти существующих Это миксины и миноги Древние группы Их осталось не очень много Как вы видите Всего около ста видов Миксин и миног совместно Довольно большой класс хрящевых рыб Куда входят Акулы и скаты Наиболее многочисленный класс Это лучеперые рыбы Это все пожалуй известные для вас рыбы Для большинства вас Вот И небольшой класс Лопастеперых рыб Откуда собственно и произошел Так-то Алик Который дал Вот Жизнь всем остальным позвоночным Животным Общее количество Ныне существующих видов рыб Оценивается Специалистами На уровне 28 тысяч Но эта цифра Постоянно меняется И меняется она потому Что ежегодно Описываются Новые и новые виды рыб Вот например за 2020 год Было описано почти 500 новых видов Вот Это довольно много Новых видов позвоночных животных И те кто скажем Выберет для себя кафедру их теологии А попав на кафедру Будет специализироваться В области систематики рыб То имеет все шансы Открыть новые виды Дать им свои названия латинские По своему собственному усмотрению Это вполне реальное дело Рыбы крайне разнообразные С экологической точки зрения Но здесь есть и морские Пресноводные рыбы Арктические Тропические рыбы И прибрежные И глубоководные Освоившие максимальные Глубины Мирового океана Рыбы которые могут жить В термальных источниках С горячей температурой воды Высокой Либо рыбы Которые Живут Практически При температурах Близких Даже к отрицательным В течение всей своей жизни Есть Рыбы Обитающие На мелководье А есть те Которые живут Скажем В пещерах Ведут ночной образ жизни Есть рыбы Одиночные А есть Групповые А есть Объединяющиеся Многотысячные Стаи Ну и так далее И так далее И так далее Очень большое разнообразие Трудно Так сказать Остановиться Так сказать Вот на Перечислении Возможных Так сказать Вот проявлений Этого Разнообразия Ну я Введу все таки Какие то примеры Да Насколько рыбы Разнообразны Ну по размеру Например Вот всем хорошо Известная Большая Белая акула Да И по фильмам И так далее И по художественным Фильмам Крупная рыба Достигает там До 5 6 7 метров И даже больше В длину Вот Но это Не максимальные Размеры Для рыб Скажем Китовая акула Вообще достигает До 20 метров И Массы там Свыше 30 Тонн И уступает По своим размерам Только кашалоту Из Вообще Из животных Или Луна рыба Тоже такая Океаническая Очень крупная рыба С такой Интересной формой Тут не поймешь Какой размер у нее Больше Длина Или высота Этой рыбы И масса У нее До 2,5 Некоторые особи Рекордные Почти до 3 Тонн Дотягивает Это Очень крупные Существа Луна рыба Отличается еще и тем Что у нее Колоссальная Плодовитость Вот Одна самка Может выметывать До 300 Миллионов Икринок Ну это Колоссальное Количество 300 Зрелых Яйцеклеток Которые могут Дать жизнь Молоде Если она Выживет Дальше Это будет Очень большой Приплод Или другой Пример Тоже очень Интересный Такая Забавная Может быть Рыба Внешне Сельдяной Король Название Тоже такое Замечательное Дано Потому что Вот здесь Вот из Первых Лучей Спинного Длинного Плавника Вот Эти Лучи Они такие Свободные Очень Вытянутые Длинные И формируют Такое Нечто Плюмажа Отсюда и название Король Вот эта рыба Крупная Может достигать До 11 метров В длину Плавает Она в вертикальном Положении Ну и обитает Практически Во всех океанах На таких глубинах В десятки И в сотни Метров И хищная рыба Но очень интересная Внешне И крупная Или вот Обратный пример Да Контрасты Самые мелкие рыбы Посмотрите Ну вот тут Представители Семейства Бычковых Или карповых Рыб Таких видов Не один Не два Их десятки Видов Да Очень мелкие Они в Половозрелом Состоянии Фактически При максимальной Своей длине Тело Вот Эта длина тела У них составляет Порядка Одного сантиметра Да Около 9 10 11 Миллиметров В длину Ну уж про массу Вообще тут Говорить нельзя Эта масса Просто ничтожная Да Несколько миллиграмм А это взрослые рыбы Они уже размножаются Они полностью Сформировались Вот Вот такой вот Паразитный Контраст Или Например Разнообразие По продолжительности Жизни Вот совершенно Недавно Появились Публикации Котов В которых сообщается О том Что исследователям Удалось Определить Установить Возраст Вот таких вот Интересных рыб Как Гренландская Полярная Акула Которая живет На севере Атлантического Океана И может Достигать Очень больших Размеров Длину Несколько метров И вот Особи Длиной Около Пяти метров Их возраст Оценивается От Четырехсот До Пятьсот Пятьсот Пятидеся И даже больше А эти рыбы Могут достигать Еще большей Длины И вот Вот такая Вот рыба Пятиметровая Она Фактически Появилась На свет Еще до Ивана Грозного Там я не знаю До Генриха Восьмого До Сулеймана Великолепного Иж задолго До Варфоломеевской Ночи И она Еще проживет Многие годы Если Там Случайно Не будет Выловлено Человеком Что еще Интересно Что у рыб И у этой Акулы В частности Есть структуры На которых Как бы Регистрируется То качество воды Состав воды Особенности Так сказать Вот микроэлементного Состава воды В которых Живет Эта рыба И если Считать Эту информацию Грамотно Да То можно Заглянуть Вот в это Далекое Историческое Уже прошлое И понять А какие Тогда были Условия И вообще Как эти Условия Менялись По мере Жизни Этой рыбы Это все Можно Так сказать Ну Понять Если Вот Грамотно Корректно Интерпретировать Вот То Что Накапливается В специальных Регистрирующих Структурах У этой рыбы Очень Интересное Новое Направление А Контрастом Вот этой Гренландской Полярной Акулы Ну Могут Быть Знаете Такие Родственники Гуппи И других Корпозубых Рыб Те Которые Живут Таких Эфемерных Эфемерных Пустынных Водоемах Которые Существуют Только В период Дождей И Пересекают Через Два Три Месяца Так вот Эти Рыбы Они Способны От Икринки Которые Могут Как бы Перезидать Этот Сухой Период И как Только Наступает Дождь Выклевывается Молоть Молоть Растет Очень быстро Становится Взрослыми Рыбами Они Размножаются Откладывают Свою Икру И погибают И вот На все Это требуется Всего лишь Два Три Месяца Очень Короткая Жизнь А здесь 500-600 лет Впечатляет Рыбы Могут Быть Очень Внешне Забавными Да Некоторые Из них Ну вот Например Такая рыба Как Психролют Или рыба Капля Да Какое Вот Какое-то Грустное Создание С каким-то Таким Скептическим Взглядом На жизнь Или Макропинна Другая Рыба Тоже Кажется Такая Задумчивая Рыба Такая Флегматичная Как бы Да А на самом деле Вот эта Макропинна Которая Обитает Тоже На достаточно Больших Глубинах Это Такой Хищник Вот Который Для того Чтобы Успешно Питаться Должен Проявлять Быстрые Реакции Такую Большую Подвижность Вот И все Это Характерно Для Макропинны Так что Вот Внешность Обманчива Но Сама Внешность Она Впечатляет И В общем То Необычно Рыба Обладает Очень Большой Такой Вот Пластичностью Внутренней И Хороший Пример Чтобы Продемонстрировать Такую Пластичность Это Такая Рыба Которая Называется Микижа Анкаринкус Микис Эту рыбу Все знают Почему Потому что Микижа Это Дикая Форма Радужной Форели А радужная Форель Сейчас Практически Во всех Магазинах Есть В любом Виде И Вот Микижа Которая Обитает В диких Водоемах Она Вот Обладает Такой Очень Интересной Жизненной Жизненными Стратегиями Это Фактически Вот это И есть Пластичность Такая То есть В зависимости От конкретных Условий Реки В которой Она Живет А рек Очень много И все Они между Собой Отличаются И по Размерам И По Гидрологии По Трофности Все это Влияет И на Условия Существования Самой Рыбы Каковы Они Благоприятны Или Не очень В зависимости От этого Рыба Избирает Разные Жизненные Стратегии Она Может Всю Жизнь Свою Провести В реке Остаться В общем То Такой Небольшой Довольно Скромных Размеров Рыба И Здесь Отрени Рести Закончить Свой Жизненный Путь А может Уйти За хорошей Жизнью Вниз По Реке Уйти В предустевые Участки Эстуарные Но Не выйти За их Пределы Потому Что Здесь Она Найдет Себе Благоприятные Условия Для Жизни Но Для Нереста Вернется В родную Реку Или Рыба Может Избрать Такую Типично Проходную Стратегию Жизни Когда Она Как Все остальные Дальневосточные Лососевые Как Горбуша Кита Кишуч И так далее Уйдут Далеко В море Там Быстро Наберут Большие Размеры Созреют И вот Уже Крупные Сильные Рыбы Вернутся Все таки В свои Реки Для размножения Вот И Есть И другие Вот Такие Типы Жизненных Стратегий Все Зависит От Тех Условий В которых Рыба Обитает Очень Интересное Явление Рыбы Обладает Поразительно Широким Набором Сенсорных Систем Органов Чувств Ну Когда-то Аристотель Выделял У человека Пять Органов Чувств У рыб Их Гораздо Больше Но Есть И те Которые Для человека Выделил Аристотель Вот И вот Эти Вот Сенсорные Системы Некоторые Очень Похожи На Наши С вами У некоторых Есть Отличия Иногда Очень Интересные Ну Например Вкусовая Система Если у Всех Животных Вкусовые Почки Только Вратовой Полости То Рыб Не только Вратовой Полости Но Могут И быть На Внешней Поверхности Тела Буквально По всей Внешней Поверхности Тела Включая Плавники Есть Есть У рыб Такие Сенсорные Системы Которых Не Находят У Других Животных Ну Например Сейсмосенсорная Система Или Боковая Линия Или Например Электролицепция Поразительная Сенсорная Система Которая Есть Только У рыб Эту Сенсорную Систему Иногда Называют Электровидением Вообще Нам с вами Очень тяжело Представить Что такое Электровидение И что Реально Воспринимает Рыбы Благодаря Этой Электрорецепции Но Эта Чувствительность У рыб Поразительно Высоко Развитая И даже Настолько Развитая Что Позволяет Рыбам Улавлять Электрические Биополя Создаваемые Одиночной Дафнией Вот Например Веслонос Такая Осетровая Рыба Североамериканская Вот У которой Есть такая Электрорецепция Вот она Как раз Это способна Делать Хотя У нее Как и у Всех Остальных Осетровых Рыб Есть глаза Но нет Предметного Зрения Они практически Не видят Такие мелкие Объекты И никак На них Не реагируют Но За счет Электровидения Пожалуйста Это они Способны Делать Ни у кого Другого Нет Я имею Ввиду Позвоночных Других Животных Нет Такой Сенсорной Системы Нет Такого Электровидения У рыб Прекрасное Зрение Но В той Части Что оно Что Зрение У рыб Цветовое Рыбы Прекрасно Прекрасно Воспринимает Цвета И оттенки Цветов Это они Делают Очень хорошо И об этом Говорит нам Яркая окраска Рыб О том Что у них Есть такая Способность Потому что Эта яркая окраска Она предназначена Не для нас С вами Чтобы мы Ими Любовались Там где Нибудь На коралловых Рифах Или в аквариумном Магазине Да А это Все Нужно Самим Рыбам Для того Чтобы Общаться Друг с Другом Вот Посмотрите Зрительная Сигнализация Вот у Такой Рыбы Как Морская Щучья Собачка Это как раз Коралловая Рыба Рыба Коралловых Рифов Которая Изобрела Очень Интересный Способ Для Зрительной Сигнализации Вот Периодически Резко Раскрывая Свой Рот Который Еще Окрашен Определенным Образом Это Все Зрительные Сигналы Для Других Рыб Но Прежде Сего Для Рыб Своего Вида Они Говорят О том Что Здесь Место Занято Сюда Лучше Не Подходить Иначе Будет Стычка Будут Неприятности У Рыб Прекрасно Развиты И другие Сенсорные Системы В частности Обоняние И только Вот Для Того Чтобы Сигнализировать О Сложившейся Какой-то У Рыб Имеется Целый Набор Химических Сигналов Опасности Уж Не буду Останавливаться Какие-то Сигналы Но Поверьте Их Не один И они Используются Разными Рыбами В разных Ситуациях Но Они Существуют И у Рыб Поразительно Высокая Чувствительность К обонятельным Сигналам К запахам Не хуже Чем у Млекопитающих Чем у Собак Скажем Вообще Ихтеологам Очень повезло В каком смысле Ну Повезло В том отношении Что в последние годы Некоторые рыбы Прежде всего Вот такие Как Данию Реви Стали Такими Чуть ли не Основными Объектами Экспериментальной Биологии И не только Экспериментальной Биологии Но и медицины Токсикологии Некоторых Других Направлениях Как бы Существенно Потеснив Вот Из Экспериментальных Животных Мышей И крыс Которые Раньше Использовались Почему Да потому что Рыбы Это Я еще раз повторяю Позвоночные Животные Многие системы Структуры Функции У них Реализуются Таким же Образом Как и у Остальных Позвоночных Животных Работать На рыбах И легче Порой И удобнее Вот И это все Определило Вот Такой крен В выборе Объектов Исследования Когда требуется Там решить Какую-то Вот такую Серьезную Задачу А нам Ахтеологам Это очень Так сказать Помогает Потому что Если рыба Является Объектом Таких Экспериментальных Исследований Мы получаем Очень много Новых Сведений О том Как все Устроено Именно у рыб Как Функционируют Те или иные Системы Какие у них Характеристики И многое другое И даже Вот Есть специальный Журнал Научный Зеброфиш Где Публикуются Такие Результаты Таких Исследований Хотя Не только В этом Журнале Потому что Одного Журнала Бы не хватило Сейчас Масса Работ Выполняется Именно На На рыбах Но решается Скажем Не их Теологические Задачи А в общем-то Задачи Другого Профиля Вообще Наша Наука Ихтеология Она тесно Связана И с Такой Отраслью Как рыбное Хозяйство Как это Принято Называть Это и рыболовство Это и Аквакультура То есть Выращивание Рыб Ну и Некоторые Другие Аспекты И Вот Развитие Этих Отраслей И рыболовство И особенно Аквакультура Аквакультура В последние годы Развивается Во всем Мире Стремительно Вот Такое Развитие Невозможно Без развития Ихтеологии Как таковой Потому что Вот эти Вот Прикладные Задачи Они Нуждаются В фундаментальных Знаниях О биологии Рыб И все это Дает Ихтеология Вот Но Вот Применение Наших знаний В практике Ну вот Довольно Может быть Иногда Прямым Потому что Вот за нами Стоит Очень большая Отрасль Но вы знаете Насколько Важную роль Играет рыба И другие Морепродукты В питании Человека И вообще Сейчас считается Что Чем Больше Доля рыбы В рационе Человека Тем выше Качество Жизни Качество Жизни Человека Общества Страны И так далее А рыб В морях Остается все Меньше И меньше Надо Уметь Эту рыбу Разводить Искусственно А это Непростая Задача Она требует Как раз Знания Фундаментальных Основ Жизнедеятельности Рыб В общем Фундаментальных Ихтеологических Знаний Ну и ряд Других Таких Прикладных Задач Тоже Примыкает К этой Области Ну а теперь Разрешите Все таки Рассказать И о нашей Кафедре И об учебном Процессе Значит Наша Кафедра Основана В сороковом Году В 1940 Году И вот 8 марта Этого года Ей уже Исполнится 81 год Основал Нашу Кафедру Организовал И был Первым Заведующим Георгий Васильевич Никольский Очень крупный Российский Отечественный Ихтеолог Советский Ихтеолог Как тогда Говорили С большим Таким Международным Статусом Его книги И учебники В частности По их теологии Переведены На ряд Языков Мира И используется Широко В этих Странах Он Лауреат Государственной Премии СССР Это высшая Награда В стране А Последние Годы Многие годы Более 30 лет Заведующим Нашей Кафедры Был Дмитрий Сергеевич Павлов Академик Российской Академии Наук Тоже Лауреат Государственной Премии Российской Федерации Премии Правительства Российской Федерации И многих Других Почетных Наград Очень Известный Специалист В области Поведения Рыб Миграции Рыб И многих Других Направлений Ихтеологии Он остается В штатах Нашей Кафедры Читает Ряд Базовых Основных Курсов Лекций На нашей Кафедре Ну Вот С 2020 Года Он уже Оставил Этот пост Ну Соответственно Я Става Заведующим Наш Состав Состав Нашей Кафедры Четыре Профессора Три Доцента Двадцать Пять Научных Сотрудников И Четырнадцать Инженеров И Лаборантов У нас На кафедре Трудятся И академики И члены Корреспонденты РАН Большинство Наших Сотрудников Это доктора И кандидаты Наук Это высококвалифицированные Специалисты В самых Различных Областях Их Теологии В структуре Нашей Кафедры Имеется Четыре Научные Лаборатории Вот здесь Вот названия Их Перечислены Ну и Соответственно Направление Наших Научных Исследований Они В какой-то Мере Следуют Вот названием Этих Лабораторий Ну конечно Реально Таких Направлений Гораздо Больше Их Все Тут Перечислить Даже Не удастся Но все-таки Основные Вот здесь Вот приведены На этом Слайде Я уж Не буду На них Детально Останавливаться Наша Кафедра Как В общем-то Любая Зоологическая Кафедра Она Долгие Годы Была Такой Типичной Полевой Кафедрой Когда Все Сотрудники Практически Выезжали В экспедиции В командировке Где Собирали Как мы говорим Полевой Материал Который Затем Уже Обрабатывался В лабораториях Но Вот этот Вот Полевой Полевой Этап Или Полевой Период Выполнение Научных Работ Он всегда Присутствовал Он всегда Был таким Заметным Доминирующим Вот В частности Именно Таким Образом Была Изучена Ихтеофауна Реки Амур В свое Время Такая Была Амурская Ихтеологическая Экспедиция Выполнявшаяся По государственному Заказу В течение Ряда Лет Очень Удачная Весь Коллектив Кафедры Участвовал В работах Амурской Экспедиции Ну и Когда она Завершилась Были Получены И важные Практические Результаты И очень Много Фундаментальных Новых Знаний Высказаны Были Основополагающие Взгляды Теории Ихтеологические Ну и Ряд Наших Ведущих Профессоров Были Удостоены В то время Государственной Премии СССР Это вот Я еще раз Повторяю Высшая Награда Страны Полевые Работы Они Остаются Так сказать На кафедре Это традиционная Форма Выполнения Ихтеологических Исследований Правда Они уже Изменились В поле Используется Очень много Самой Разной Аппаратуры И для того Чтобы Скажем Ну вот Определять Гидрологические Характеристики Водоема Используются Различные Переносные Измерительные Приборы И так И многие Другие Вот В поле Уже идет И фиксация Иногда Довольно Сложная Вот этого Биологического Материала Который Добывается Порой В непростых Условиях Надо Уметь Добывать Рыбу В том числе Удебной Снастью Или Скажем Сетями Всему Этому Учат У нас На кафедре Студенты Получают Такие Навыки Проводить Первые Измерения Получать Первый Материал В поле А затем Уже Собранный Материал Или образцы Обрабатывать В лаборатории Со временем Последние годы Особенно Ярко У нас Начинает Все-таки Доминировать Вот такая Лабораторная Работа В выполнении Их теологических Исследований Это Работы Могут Быть Молекулярно Генетические Связанные С систематикой Рыб Или С популяционной Структурой Это Могут Быть Работы И Связанные С изучением Физиологии Рыб Биохимии Сенсорных Систем Поведения Рыб Эмбриологии И так Далее Преподавательский Состав Нашей Кафедры Он Довольно Большой Кроме Профессоров И доцентов То есть Штатных Преподавателей Кафедры Здесь Они все Перечислены В проведении Занятий В чтении Лекции Широко Участвуют И научные Сотрудники Очень многие Наши научные Сотрудники Читают Лекции И Здесь Фамилии И именоводчество Этих Сотрудников Тоже Перечислены То есть Вот здесь Перечислен Наш Фактически Основной Преподавательский Состав Кафедры Ихтеологии Можно Потом Ну Не торопясь С ним Познакомиться Презентация Будет В вашем Распоряжении Как я понимаю Образовательный Процесс На кафедре Обязательные Дисциплины Кафедральные Их довольно Много Это Общая Ихтеология Такой Курс Который Захватывает Не один А два Семестра И таких Вот среди Обязательных Дисциплин Несколько Вот Общая Ихтеология Считается Студентом Третьего Курса И Этот Предмет Эта Дисциплина Знакомит Студентами С рыбами Дает Представление Об их Систематическом Многообразии Дает Представление О Форме Тела Рыб О Особенностях Плавания О Особенностях Питания Размножения Поведения Миграции В общем Дает Такое Общее Представление О биологии Рыб Это очень важный Курс Он Формирует Такое Вот Мировоззрение У студентов Студенты После этого Курса Уже Начинают Очень хорошо Ощущать Этот Объект Чувствовать Его Что Очень Важно Ну Есть Другие Естественно Такие Обязательные Дисциплины Это Общая Гидробиология Потому Что Надо Знать Как Устроены Водоемы Какие Объекты В них Существуют Какие Закономерности Менялись Основные Структуры Морфологические В процессе Эволюции Это тоже Очень важно Понять Эту логику Эту динамику Эту закономерность Курс Курс Аквакультуры Очень Важный Очень Большой Курс Физиологии Поведения Миграции Рыб Крупный Курс Который Дает Студентам Так сказать Знание О том Как Функционируют Те или иные Системы У рыб Какую Роль Играют Сенсорные Системы В их Жизни Вообще Каково Поведение Рыб Что из себя представляет Миграция Рыб Очень большой Курс Вот под таким Большим названием Физиология Поведения Миграция Рыб Ну и Другие Обязательные Дисциплины Кроме них Есть еще и Так называемые Дисциплины По выбору Как вы знаете Их очень много И они тоже Очень важные И нужные Тут Что называется Глаза Разбегаются Да Какой Курс Выбрать Но мы Рекомендуем Студентам Все таки Прислушаться К нашему мнению Выбрать Определенные Среди них Все их Прослушать Ну просто Физически Не получится Здесь есть Здесь есть И такие Курсы Как История Ихтеологии Эмбриология Рыб Генетика Иселекция Рыб Пантагенез Рыб Я не знаю Иммунология Рыб География Рыб Коммуникация Рыб Орудие Лобы И промысел Рыб И многие Многие Другие Вообще Вот эти Дисциплины По выбору Они даже На одном Слайде Не поместились Вот есть Еще И следующий Слайд Тоже Касающийся Вот как раз Вот этих Наших Кафедральных Дисциплин По выбору Тоже Будет у вас Возможность С ними Ну не торопясь Познакомиться Я уж не буду Все их Перечислять И думаю Что это надо Делать Полевые Практики Они Конечно же Занимают Такое Важное Место В нашем Образовательном Процессе У нас Есть Основная Летняя Такая Учебно Производственная Практика Для студентов Студенты Проходят Ее После Окончания Третьего Курса В начале Лета На базе Беломорской Биологической Станции Вот собственно На этой практике Она занимает Около Месяца И происходит Знакомство И освоение Студентами Ну вот таких Какого-то Минимального Хотя бы Набора Практических Навыков И лова Рыбы И как Устроено Орудие Лова Как надо Ими Пользоваться Как надо Обрабатывать Собранный Материал Как проводить Биологический Анализ Как собирать И фиксировать Образцы Ну и Многое Другое Вот это Вот все Входит Вот в учебный Процесс Вот этой вот Летней Учебно-производственной Практики Которые наши Студенты Проходят На ББС Кроме Этой практики Большая Головная Боль Которую Мы Всегда Стараемся Вот эту Проблему Решить Ну и У нас На кафедре Проводилась Также Производственная Практика По Эхтеологии В Германии Тоже Очень Интересная Практика Знакомившая Студентов И С некоторыми Другими Такими Интересными Особенностями В частности Лов рыбы На Морских Судах Знакомство С работой Рыбоводных Предприятий И так далее Но Вот Силу Тоже Объективных Причин Уже Ряд лет Эта практика Не проводится И сейчас Наша Кафедра Как бы Работает Над тем Чтобы ее Восстановить Кроме того Наши Студенты При Выполнении Своих Самостоятельных Студенческих Работ Бакалаврских И магистерских Если Эта работа Предполагает Выезд В поле Для сбора Материала То Студенты Как раз Принимают Участие В таких Экспедициях Или командировках Сотрудников Кафедры Где Они На равных Участвуют В этих Полевых Работах По Собственно Ну Добывание Этого Материала Которые Затем Они уже Будут Обрабатывать И анализировать Несколько Таких Ну Что Кадров Которые Могут Вам Дать Почувствовать Что Ли Понять Как Выглядят Как Проходят Эти Практики Студенческие Производственные Ну Вот Кадры Там Где наши Студенты Осваивают Методы Лова Знакомиться С ними Не всегда Они сами Там Пользуются Травом А только Могут Помогать Например Это такое Довольно Серьезное Орудие Лова Знакомиться С уловами И так далее Студентам Вообще Очень нравится Любые Практики Или практика Во Вьетнаме О которой Я говорил Она Она Очень Интересна И по Своему Содержанию Ну и Конечно По тем Впечатлениям Которые Студенты Там Получают Все таки Тут очень Много Что Необычного Или Мало Знакомого Не говоря Уж О рыбах Которые Здесь Очень Многообразные И Очень Серьезно Расширяет Кругозор Наших Студентов Это Очень Я повторяю Полезная Нужная Практика И мы Будем Всеми Силами Добиваться Того Чтобы Она Осуществлялась Каждый Год Ну Вот Здесь Тоже Кадр Из После того Как добывается Улов Надо уметь Им правильно Распорядиться И вот Это вот Все происходит Уже в лаборатории Где Преподаватели Наши Объясняют Какие Промеры Надо делать Если Это требуется Основы Биометрии Основы Проведения Биологического Анализа Взятия Образцов И Прочее Ну А если Наши Студенты Выезжают Уже В настоящие Экспедиции Вместе С сотрудниками Кафедры То Здесь Конечно Ж Вот Они Участвуют Во всех Тех работах Которые Проводятся В этой Экспедиции В том числе И Сами Учатся И добывают Рыбу Ну и вот Любят Попозировать Со своими Так сказать Трофеями Ну это Не спортивная Рыбалка Я повторяю А это Именно Решение Научных задач Нужно Добыть Рыб Определенного Вида Определенного Размера Или Так сказать Вот Разных По размеру И так далее Все это Зависит От того Какая Конкретно Научная Задача Решается Иногда Это может Проходить Довольно Тяжелых Условиях Но эти Условия Такие В общем-то Впечатляющие Здесь 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 Много И интересного И красивого И многое Что остается В памяти На всю жизнь Вот таких Вот Поездок Ну вот Кадр Тоже Когда Так сказать В поле Иногда Это такие Довольно Спартанские Условия Это никакая Не лаборатория Вот Надо Обработать рыбу Собрать Образцы Правильно Зафиксировать Так Чтобы Этот Материал Не пропал Чтобы Он Сохранил Свою Научную Ценность Я хочу Вам Привести Ну Название Тех Самостоятельных Работ Бакалаврских И магистрских Которые Наши Студенты Выполняют Вот Здесь Список Таких Работ Которые Были Выполнены На нашей Кафедре В последние Там Два Может Быть Три Года Полный Список Всех Вот Этих Работ Имеется На нашем Сайте Так Что Вы Можете Посетить Кафедральный Сайт И там Ну Увидеть Те Названия Соответственно Те Ту Тематику Работ Те Объекты Работ На которых Выполнялись Эти Исследования Эти Работы Студентов Ну И места Проведения Можно Понять Из Названия Этих Работ Так Что Это Тоже Такой Дополнительный Материал Вам Для Размышлений Ну И Последнее О чем Конечно Надо Сказать Это То А где Находят Себе Место Работы Выпускники Кафедры 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 Ихтеологии Вообще Наша Кафедра Это Ведущий Центр В России По подготовке Специалистов Вот в этой Области Биологии В области Ихтеологов И многие Коллеги Из разных Институтов Академических Обращаются К нам С просьбой И С такой Своей Проблемой Что им Нужны Такие Специалисты Так что Вот Все наши Выпускники Находят Достойные Места Для Своей Работы И Многие Из них Делают Очень Такую Удачную Научную Карьеру В этих Местах Ну а Какие Это места Работы Это Прежде всего Конечно же Институты Российской Академии Наук Это Московские Институты Такие Как Институт Проблем Экологии Эволюции Институт Биологии Развития Институт Генетики Палеонтологический Институт Институт Океанологии Это И другие Институты Расположенные В других Городах Нашей Страны Это И могут Быть Другие Места Работы Например Зоологический Музей МГУ Работает Наши Выпускники Дарвиновский Музей Система Институтов Которая Сейчас Объединена В один Большой Такой Консорциум В НИРО Всероссийский Научно-исследовательский Институт Рыбного Хозяйства И океанографии Это Система Институтов Эти Институты Имеется Головной В Москве И по многим Городам Нашей Страны В Мурманске В Владивостоке В Магадане На Камчатке В Астрахани Краснодаре Ростове Надоной В других Местах В Петербурге В Калининграде И везде В этих Институтах Несмотря на то Что вот Название Скажем Институт Рыбного Хозяйства И океанографии Фактически Там ведутся Базовые Фундаментальные Исследования В области Ихтеологии Но имеющие Вот такую Как бы Нацеленность На решение Неких Практических Задач И там Работает Тоже Довольно Много Наших Выпускников Ну Также Работают Они И в Комитете Например По рыболовству Это Бывшее Министерство Рыбного Хозяйства Сейчас Это Комитет По рыболовству Называется И даже В Государственной Думе Работали Наши Выпускники Так что Без работы Не останется Наш выпускник А главное Он всегда Найдет Очень Интересную И очень Востребованную Работу И Многие Из наших Выпускников Я повторяю Сделали Очень удачную Научную Карьеру Они стали И кандидатами И докторами Наул И некоторые Из них Достигли Извания Члена Корреспондента Российской Академии Науки Стали Академиками Они возглавляют Научные Лаборатории Возглавляют Научные Институты В общем-то Мы Своими Выпускниками Гордимся Ну и В заключении Наверное Вот Последний Сайт На котором Обозначены Наши Кафедральные Контакты Здесь Есть Номера Телефонов Адрес Электронной Почты Мой Как заведующего Кафедры Контакты Учебного Секретаря Нашей Кафедры Сдановича Владимира Владимировича Контакты Секретаря Кафедры Гришиной Татьяны Викторов К ней Всегда Можно Подойти Обратиться Она Уже Выведет Вас В зависимости От вопроса С тем Или Специалистом Или Передаст Вас Мне Если Вы Напрямую Ко Мне Не Обратитесь Ну и Многие Вопросы Касающиеся Жизни Кафедры И Обучение На Кафедре Вы Можете Найти На Нашем Сайте Вот Здесь Адрес Предоставлен Ну вот Пожалуй И Все Спасибо Большое За Внимание До Свидания Продолжение следует...